Здравствуйте, друзья! Данное видео мы решили посвятить интересному вопросу. Насколько хорошо видеокарта GeForce GTX 1060 с 6 гигабайтами видеопамяти справляется с разными профилями настроек графики в десятке популярных и достаточно тяжелых игр при разрешении Full HD? Ассистентом и по совместительству главным исполнителем станет видеокарта MSI GeForce GTX 1060 Gaming X6G. Она построена на основе графического процессора, в составе которого 1280 CUDA-ядер, 80 текстурных и 48 растровых блоков. В утилите MSI Gaming App заложено три профиля работы GPU – Silent, Gaming и OC. В первом частотная формула должна соответствовать эталонному уровню 1507 и 1708 МГц. Но из-за отличной системы охлаждения динамическая частота поднялась до 1722 МГц. В профиле Gaming показатели достигли 1570 и 1785 МГц. По умолчанию использовался режим OC с частотами 1595 и 1810 МГц. Другими ключевыми преимуществами этой видеокарты выступает усиленная шестифазная подсистема питания, надежная элементная база Military Class 4 и очень эффективная система охлаждения Twin Frozer 6 с двумя тепловыми трубками и двумя 96-миллиметровыми осевыми вентиляторами. К тому же кулер характеризуется тихой работой и пассивным режимом при низкой нагрузке. В общем, без дальнейших промедлений переходим к тестированию. Начнём с лучшей игры 2015-го – третьего Ведьмака, который получил более 800 различных наград. Средние настройки качества позволят комфортно пройти сюжетную кампанию при 80-90 FPS. Видеопамяти потребуется 1,3 ГБ, оперативной – более 5. Высокие настройки качества при среднем профиле постобработки привели к тому, что FPS прыгал от 50 до 80 кадров в секунду. Возросла нагрузка на видеопамять, требуемый объём увеличился на 300 МБ. Взамен улучшилось отображение волос Геральта за счёт технологии NVIDIA Hairworks, а также повысилось качество отображения теней, воды, травы, дыма и текстур. Однако в динамике всё это довольно сложно разглядеть. Включение высокого профиля в постобработке позволяет увеличить глубину кадра. Дополнительных ресурсов это не потребовало, зато уровень FPS составил 60-75. Активация пресета с максимальными настройками качества позволяет рассчитывать на 50-60 кадров в секунду. Объём задействованной видеопамяти потихоньку увеличивается до 1,9 ГБ, а оперативной превысил 6 ГБ. Если же вручную выкрутить все возможные настройки на максимум, то сложно получить выше 55 кадров в секунду. Требуемый объём видеопамяти повышается на 250 МБ. Зато окружающий мир становится очень красочным и приятным на вид. Высокое качество настройки графики в Tom Clancy's Rainbow Six Siege забирает всю мощь видеокарты. 2,4 ГБ видеопамяти и более 6 ГБ оперативной памяти. Но зато комфортные 150-200 кадров в секунду позволяют запускать её даже на 144 ГБ мониторах. Профиль с очень высокими настройками должен повышать общее качество картинки, а также качество отображения текстур, отражений и теней. Уровень FPS снижается до 140-180, зато всего на 50 МБ возрастает потребление видеопамяти и на 150 МБ оперативной памяти. Пресет с ультра-настройками качества снижает скорость отображения до 120-160 кадров на улице и 100-120 кадров внутри помещения. При желании можно самостоятельно поднять некоторые параметры, поскольку система отказывается их увеличивать в автоматическом режиме. В таком случае потребуется почти 3 ГБ видеопамяти и 6,5 ГБ оперативки. Скорость отображения игрового мира снижается до 50-65 кадров в секунду. Визуально заметить улучшение качества отображения игрового мира сложно, особенно когда всё внимание приковано к мушке автомата и внезапно возникающим противникам. Зачищать сектора в Tom Clancy's The Division можно и при средних настройках качества графики на скорости 90 кадров в секунду. При этом игра потребует 1,9 ГБ видеопамяти. Активация профиля с высокими настройками улучшает освещение, детализацию объектов и делает картинку более яркой. Зато уровень FPS снижается до 75-85 кадров. Также увеличивается потребление видеопамяти до 2,4 ГБ. Да и оперативке нужно почти 6 ГБ. Последним из доступных в игре профилей является максимальный, хотя субъективно мы не можем говорить о заметном улучшении визуальной составляющей. Для его активации вам необходимы дополнительные 500 МБ видеопамяти и 350 МБ оперативки. А вот нагрузка на процессор во всех режимах держится в районе 40-50%. Освобождать Лондон от тамплиеров и их наёмников дело непростое, поскольку Assassin's Creed Syndicate не слишком щедрая в плане уровня FPS для требовательных пользователей. Максимальную скорость в районе 80-90 кадров можно получить при средних настройках, но за это придётся отдать 2,4 ГБ видеопамяти и почти 6 ГБ оперативки. Выбрав профиль с высокими настройками, мы получаем более детализированную картинку с лучшим качеством теней, текстур и окружения. Но это заберёт ещё 500 МБ видеопамяти, а также снизит скорость ориентировочно до 70-80 кадров в секунду. Очень высокое качество графики с продвинутыми алгоритмами объёмного освещения и сглаживания сделают картинку более качественной и детализированной. Однако приготовьтесь распрощаться с очередной порцией видеопамяти, ведь её потребуется уже 3,4 ГБ. Уровень же FPS составит ориентировочно 50 кадров в секунду. Для особо требовательных пользователей есть пресет с максимальным качеством настроек графики, при котором скорость упадёт до минимально необходимых для комфортного прохождения 30-35 кадров в секунду. Объём занимаемой видеопамяти достигнет почти 4 ГБ. Обидеть Лару может каждый, не каждый сможет убежать. Особенно если в вашем распоряжении 6-ти гигабайтная версия GTX 1060, которая перекрывает запросы прожорливой Rise of the Tomb Raider. Судите сами, при средних настройках качества вы можете рассчитывать на 80-90 кадров в секунду, затрачивая порядка 1,5 ГБ видеопамяти. Переход на высокие настройки заберёт 2,3 ГБ видеопамяти, снизив частоту кадров до 70-80. Аппетит профиля с очень высоким качеством картинки уже достигает 5 ГБ, а средняя скорость уменьшается до 65 кадров. В пользовательском режиме можно повыкручивать все настройки на максимум, загрузив ещё немного видеопамять. Но в таком случае уровень FPS может проседать до 45 кадров. Если же субъективно оценивать визуальное качество, то уже присед со средними настройками обеспечивает приятную для глаза картинку. По мере активации других профилей растёт детализация объектов и улучшается качество освещения. Принять активное участие в непростых трудовых буднях наёмного убийцы с угловатой и жуткой непластичной походкой мы решили при трёх настройках качества – в среднем, высоком и ультравысоком. В первом случае Hitman выдаёт от 70 до 90 кадров в открытых людных помещениях. В закрытых пространствах с ограниченным количеством NPC FPS подскакивает до 140. При этом видеокарта загружена по полной, а процессор на 30-60%. Видеопамяти потребуется 1,8 ГБ. Переход к профилю с высокими настройками и FXAA сглаживанием увеличивает потребляемый объём видеопамяти до 2,5 ГБ. При этом заметно улучшается качество освещения и теней. Уровень же FPS скачет в пределах от 50 до 80 кадров в просторных людных помещениях. Ультравысокие настройки со сглаживанием SMAA делают картинку более детализированной. Взамен придётся расстаться с дополнительными пятью сотнями МБ видеопамяти. Да и скорость снизится до 50-60 кадров в секунду. При желании можно активировать на максимум функцию суперсемплинга, которая просчитывает кадр в более высоком разрешении, а затем масштабирует его до реального разрешения экрана. Визуально сложно в динамике игрового процесса разглядеть разницу по сравнению с ультравысокими настройками. А вот объективное потребление видеопамяти увеличивается до почти 4 ГБ. Doom позволяет каждому без зазрения совести убивать полчища монстров из ада. Разработчики подготовили и несколько режимов качества картинки, чтобы охватить как можно большую аудиторию пользователей. Но если в вашем ПК установлено 6 ГБ на GTX 1060, то волноваться за уровень FPS вам нечего. На средних настройках качество получаем от 115 до 160 кадров в секунду с очень детализированным изображением. Правда для этого потребуется 2,8 ГБ видеопамяти. Высокое качество картинки заберёт ещё 300 МБ видеопамяти. Однако особого заметного влияния на скорость и визуальную составляющую мы не увидели. Ультравысокий режим доведёт потребление видеопамяти до 3,5 ГБ, а оперативной памяти до 7,3 ГБ. А вот скорость достигает комфортных 145 кадров, снижаясь до 95-100 кадров при боевых столкновениях. При желании можно установить ещё и кинематографический режим рендеринга, хотя особого влияния на картинку и потребляемые ресурсы он не несёт. Dark Souls 3 – первая игра из этого набора, которая не загружает видеокарту по максимуму и в любом режиме выдаёт стабильные 60 кадров в секунду. Даже потребление видеопамяти меняется незначительно. От 2 ГБ в профиле со средними настройками до 2,3 ГБ при максимальных. Зато качество прорисовки протагониста, детализация игрового мира, воды и освещения визуально становится лучше. Продолжение следует... Перемещаться по ночным джунглям в Arma 3 Apex лучше всего на ультравысоких настройках графики. Да, они заберут у вас всю вычислительную мощь графического процессора и 2 ГБ видеопамяти. Зато подарят самую качественную картинку при достойной скорости в 50-60 кадров в секунду. Если же взять средний пресет с настройками, то вы получаете чуть более 70 FPS при 50% загрузке GPU и 700 МБ потребляемой видеопамяти. Между этими двумя режимами лежат профили с высоким и очень высоким качеством. Но всесторонне оценивать степень их влияния на картинку проблематично. Однозначно можно сказать, что с повышением качества настроек на небе становится больше звезд, улучшается расчет света и листва деревьев приобретает более детализированные контуры. То есть, имея в запасе 6 ГБ видеопамяти, можно смело зажигать небо. Закрывает эту десятку небезызвестная Deus Ex Mankind Divided, в которой мы также рассмотрим 4 профиля. Для самых слабых систем можно активировать средние настройки качества. С GTX 1060 они позволят проходить игру при 80-100 кадров в секунду. Затраченные при этом 1,7 ГБ видеопамяти уж никак нельзя назвать критическими для 6 ГБ видеокарты. Переход к высокому качеству снижает частоту до 70-80 FPS и повышает потребление видеопамяти до 2,3 ГБ. Визуально картинка становится более четкой, детализированной и приятной. Особенно радует прорисовка второго плана. В режиме очень высокое качество можно рассчитывать на 60-70 кадров в секунду. Для этого потребуется 3,7 ГБ видеопамяти. Картинка же становится еще более причесанной и реалистичной. Но имея в распоряжении 6 ГБ GTX 1060 можно позволить себе и ультра высокий пресет качества. При этом можно попрощаться с 4,5 ГБ видеопамяти и получить в среднем 50-60 кадров в секунду. Но оно того стоит. На этом все друзья, спасибо за внимание. Искренне надеемся, что видео было для вас интересным и полезным. Будем рады вашим лайкам, комментариям и новым подписчикам. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok